В Шушенских дворах еще видны последствия шторма, что бушевал в ночь на 20 июня. Весь поселок после грозы оказался усыпан внушительными по размеру ветками тополей. Кое-где огромное деревья вырвало с корнем. Тогда, к счастью, никто из наших земляков не пострадал. Повреждения получили фасад дома в первом микрорайоне и автомобиль жительницы второго Евгении. Я буду обращаться в суд, потому что это не моя вина, что за деревьями никто не ухаживает. В поселке каждый день слышны звуки работающих бензопил. Коммунальщики до сих пор распиливают и увозят поваленные почти месяц назад огромные тополя. Но, как оказалось, шушенским гигантам, которые в далекие 70-е годы стали украшением улиц, для того, чтобы упасть, не нужен даже сильный ветер. В конце июня огромное дерево едва не похоронило под собой покупателей магазина и посетителей многочисленных учреждений, расположенных в восьмом доме первого микрорайона. «Хорошего мало. Раньше они все росли-росли, видимо, эти тополя. А сейчас я посмотрел, что у них одневая система, они все на поверхности, в корне. Ну и не дай бог, что. Вот тут на дома подали. У нас в первом микрорайоне тоже второй дом. Три тополя лежало. Машины бьются». Всю опасность прогулок по шушенским тополинным аллеям поздним вечером в день закрытия международного фестиваля «Мир Сибири» смогли оценить гости праздника. При абсолютном штиле огромное дерево рухнуло в самом центре поселка на пешеходную дорожку. «Даже когда ветер, это было страшно здесь ходить, потому что ветки падали, и мы боялись, что просто не добежим до дома, по голове прилетит, и все, можно упасть. А это вот тоже вчера было, фестиваль, гости, не понять, что происходит. Мы, конечно же, обходили». Какой из шушенских тополей рухнув следующим, подвергнет опасности жизни людей, неизвестно. Избавить нас от ежедневного риска – задача местной власти. «Закладываются денежные средства в бюджете. На 2015 год было заложено более 100 тысяч рублей для обрезки и выкорчевки старых аварийных деревьев. То есть на одно дерево приходится 5300 рублей для того, чтобы его удалить. На сегодняшний день, конечно, обеспокоена администрация по поводу того, что очень много после этого стихийного бедствия произошло в поваленных деревьев. Обнаружено было. Так как все деревья аварийные, те, которые были запланированы на 2015 год, бюджет уже исчерпан, на сегодняшний день рассматривается вопрос об изменении бюджета для того, чтобы дополнительные средства выделить как раз на уборку вот этих аварийных деревьев. Ксения Соковикова, Виктор Русков, Руслан Гущин, Алексей Кавторев. Программа «Южные горизонты».